добро пожаловать в лесную сказку друзья всем привет привет сегодня 15 октября мы находимся в сказочном лесу полтавской области впервые я даже не знаю за сколько времени мы с катюшей ищем грибы уже как бы это смешно не звучало сранья обычно бы к обеду приезжаем в лес меж сосенками катя нашла первого белячка пусть маленького но белячка изымать изымай это значит что что начинается сезон белых грибов это неудивительно что она нашла такого маленького крупного экземпляра найти наверное здесь почти нереально потому как при въезде в лес стоял целый икарус полон людьми а его багажные отсеки забиты тарой для грибов ящиками корзинелями я думаю это уже не первый день что они здесь лохматятся очень красивый сейчас мы как раз это и проверим пошли ли грибы уже в полную силу или только вот начинают катюша иди сюда ты уже распочинилась а я вот увидел еле заметный бугорочек а в нем шляпочка сами видите того царя всех грибов нет не такой маленький не надейся маленький но не такой вообще незаметный ищи самые незаметные бугорки потому человечек пошел классный тут бугорок и бугорком то назвать язык не поворачивается чисто интуитивно я туда чего-то полез ковыряться а просто место красиво смотрите это же старая сосна со своей сестрой и здесь мог и такой такой пушистый покров из иголок он кроме катюши еще пара грибничков там побежала но играть в догонялки я не вижу смысла в этом лесу здесь нужно очень напрягать свое зрение а ну попробуйте это сделать сейчас вот секрет под шапочкой из иголочек говорить катя или нет мы с вами на дне ямки видите склон и здесь вырос такой красавчик ну вот это начало нашей сегодняшней грибалочки начало положено восьмой час солнышко встало лес усеян людьми но каждый грибник из уважения друг другу увидят своего визави старается обойти и не мешать посмотрите что на моем пути по встречу мне кажется это это полячок так и есть два полячка и человечки катя в лучах восходящего солнца нашла полячка да да который умирая от жажды потрескался но кстати я вам скажу лес сырой хотя дождей здесь не было как и на днепропетровщине ну возможно маленький вчера прошел но лес сырой куда камеру не поведи везде люди признаться честно мы когда преодолели такое большое количество километров планировали эту поездку и когда подъезжали уже к лесу я увидел этот икарус я так расстроился вы знаете что бывает когда расстраивается желудок было примерно то же самое только зловесно ну вот начали попадаться грибочки и все как рукой сняла сняло я каже ла пирамид в лесу то и дело раздаются чьи-то имена так что друзья если вы думаете над тем как назвать ребенка приходите в лес в грибной сезон когда мы только заехали катя отказывалась принимать пищу потому что думала что нужно бежать вперед чтобы никто не успел ее грибы найти ну сейчас походил немножко под замерзнул решили все таки перекусить устроили привал а у меня такая оказия произошла вот моя поясная сумка в которой я положил влажные салфетки и вот они потекли сейчас если кто-то из подписчиков встретит будет думать что я не скрывал радости это мы зашли в молодой сосновник а здесь оказывается еще елочка посмотрите какая уютная сосна я сюда зашла начала осматриваться смотрю тут он есть кучу мухоморов и потом опустила взгляд смотрите кого увидела оп беленький ох свеженький вот он молоднячок и мы зашли немножко постарше сосны и здесь то что совсем постарше прячет под собою какой-то какой-то гриб возможно это масленок мы тут маслят с Катей подкосили неплохо да это такой масленочек солнышко поднимается все выше а беляшики скрываясь от грибников стараются все ниже быть к земле или же это масленок такой большой ух ты ух ты ух ты это короче а потом смотришь а то масленок у меня тоже какие ноги ноги дай боже как говорил один мой знакомый вот сразу и не признал тебя маслячок маслячища а тут маслята влажные и слизкие блестящие вот такие блестящие да ну значит влажность в норме в этом лесу это не так как мы собирали сухие так похоже на беляши эти бугорки на беляшовые но на самом деле тут мухоморчик рядом с масленочком и вот масленочек не знаю беляши дальше сейчас пойдем дальше Катя будут будут чувствую так такие маслята вообще шикарнючие что зачем тебе беляши да не ну беляши подробно подходя к вот этой вот сосне я издалека увидел зонтичек зонтичек товарищ очень кляузный сейчас я его брать не буду но проходя вот эту сосенку я заприметил беляшелу здорового и его второго это сын наверно а здесь рядышком пожалуйста а Катя плачет что нету этих беляшей на мне не встречается они попадаются так вот же Катенька они вот еще например два да один совсем маленький шляпочка отломалась это жалко совсем еще в песке о а это кто рядом стоит длинноногий красавицы я его не замечаю вот в таком густом в таком пушистом покрове из иголок они и любят расти посмотрите вот не заметили сразу ух ты на одном месте сколько же вас здесь ребята это Катюшу приводил масленок то то и оно да беляшки сегодня беляшки сдаются Дмитрию Саве на одном местечке гляньте красота травушка вот это пахнет вот так травушка приправушка ну что там Катюшка не видно больше то то и оно все мое это бедное дворянство они все грязные все в песочке и требует очистки наверное кисточкой которой у меня к сожалению с собой нету сегодня может быть вы обратили внимание дорогие друзья как Катенька тщетно кружит вокруг меня надеюсь найти беляша но беляши все мои и вот мы с вами вышли и со стороны посмотрим на это беляшовое местечко это вон там а Катя в истерике роет землю в надежде найти хоть одного беляшика Катя что ты там роешь ладно мы же сегодня в одной команде против целого икаруса какой же здесь красивый необычный лес такой свежий дышится легко это просто какой длинноногий масленок я еще таких не встречал и дерево украшено чем то пушистым вы такое видели когда нибудь ну что может быть зайдем в болотце два слизня словно инь и янь отдыхают на листочке этот по делам собрался наверное хочет завладеть моим подосиком вот этим вот подосиком вот не напрасно мы зашли в болотце Катюша скажи сказочное все-таки тут место но Катя в силу того что она девочка постоянно боится и просится уже идти ближе к машине но я непоколебим и поэтому мы идем дальше к сожалению это небольшое болотце практически стерильно что-то кто-то уже здесь поорудовал но ничего мы с вами перемещаемся сосны о а вы тут прошли а то я тут такое увидел такое тут увидел Катя иди бьем сюда я что-то тебе покажу а сейчас еще один покажу а сейчас еще один покажу ну чтоб знать где ходить нужно подписаться на канал Дмитрий Сава Катюша нашла тут сбитый белый а я нашел еще один я говорю вон еще один где я не вижу то-то и оно Катюшенька то-то и оно ой извините хотя уже расстроилась раньше времени а кто же сбил этот беляшонок а не знаю кто-то ты наверно в процессе грибалки сделали еще один вывод что в молодых соснах можно из хорошего найти лишь маслят а вот в старых уже и будем смотреть беляшей и вот зайдя в старый лес мы обнаруживаем беляшика молодого так так вот в этом замечательнейшем участке леса мы в очередной устраиваем привал уже практически полные маслятами ну конечно видели вы беляши мои прекрасные погод погодка радует прошлый раз мы здесь были в дождь ну вот подкрепившись мы вновь отправились в путь на поиски исключительно беляшей я надеюсь и катя какой-то бугорочек обнаружила привлекательный ну что да держим за тебя кулачки сколько можно ну да на грибал масляточек смотри смотри у него нога какая белоснежный беляш такой как и должен быть наконец-то мои поздравления если мы будем искать только лишь беляшей друзья мои мы рискуем остаться с пустой корзиной видимо сезон еще в полную не начался чего не сказать о маслятах так что бог с ними с беляшами собираем все что попадется да кричать не буду так как видите там люди смотрите кричать шепотом не привлекая внимание будем сейчас причесывать вот эту гнезинку а я говорил не надо стесняться заходить на болотце благо тут местность разнообразная и очень контрастная вот оно болотце куда пошла катя катя а вот он соснячок где бродит дима ну пока ты там катюшка ходишь болотце иди я тебе покажу что тут произрастает скорее ты не пожалеешь ну катя не хочет расстраиваться оно и понятно вы уже увидели эту шляпу как думаете кто это давайте начнем с малого это масленочек это прекрасный масленочек если был бы прекрасным если бы не был таким червивым а это друзья мои супер беляшоночек это скорее березовый белый видите какой он имеет окрас а вот и березки неподалеку круто же лишь бы он не был таким червивым сейчас проверим ну вот слава тебе господи он чист масленка то мне не жалко а вот беляша такого было бы очень жаль давайте же с вами пройдемся и посмотрим что это за бугорок а это еще один беляш такой фигуристый бедра широкие а дальше смотрим прям ползем на коленках три масленка подряд вот это сосенка под одной сосенкой тут даже четыре масленка такой урожайчик и катюша сразу тут как тут вот пройдя метров 10-15 под сосной увидел подозрительно желтеющую шляпку не похоже на беляша но фигурой похож да это беляшик хороший беленький кать можешь опять бежать ко мне чистенький беляшик вы знаете сдалека он больше был похож на мухомор что его сохранила для меня так а это что тут у нас прекрасный масленок чист и прекрасен и не один что радует весьма катю как кажуть взяло за пуп я кричу катя катя вон она не отзывается Катя! О! Попустила! Катя! Тебе что, за пупу взяло? Чего ты не отзываешься? Подожди, я тебя зову-зову, зову-зову, ты не отзываешься! Тебе за пупу взяло, за белые грибы? Нет, я тебя зову, ты не отзываешься, потом ты меня зовешь. Думаю, ну сейчас и я не буду отзываться. А ты что меня не слышишь? Да ты не кричала мне. Кричала я. Замолчи. Я уже думал бихты шукать. Друзья мои, если вы оставляете лесовичку конфетку, вы их хотя бы оставляйте без фантиков, без оберток. А то он их съедает и обертки бросает по всему лесу. Уже начало второго, поэтому пора двигаться в сторону автомобиля. Тем более, что у Кати уже почти полная корзина масляточек. Да нет, там есть белые тоже. А у Димы почти что беляшей. А конечно. Ну вот, взял себе еще фастфудик весной. Зонтики. Не могу больше. Катя. Поехали домой. Поехали. Тяжелый? Очень. В большинстве, конечно, нам сегодня попались маслята. Но зато какие маслята. Бывают такие прям маслячищи. Ну и без беленьких мы не остались. Крепыш вот этот мне особенно нравится. Катюшечка, молодец. Собрала много маслят. Ну вот, друзья, и закончился наш очередной вояж в мир чудесных грибов. Слава Богу. Дошли. А вас просим, как обычно. Поставить лайк. Написать комментарий. И те, кто не подписаны. И кому понравилось наше видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.